Математическая школа ЮФУ Математическая школа ЮФУ Математическая школа ЮФУ Прежде чем приступить к основной теме доклада, чтобы было понятно суть, я хочу поговорить о том, чем вообще занимаются математики. Математика это такая наука, которая изучает какие-то идеализированные объекты реального мира. И свойства этих объектов описываются в виде аксиом или определений. Вообще говоря, аксиома — это исходное положение какой-либо теории. Например, со школы нам известно аксиому параллельности и вклида. Если носительская — это прямая точка, не лежащая на этой прямой, мы можем провести ровно одну прямую параллельную данную. Это утверждение является, мы принимаем его таким доказательством, однако во многих разделах математики это утверждение можно заменить на другое и получить совершенно другую науку. Нельзя сказать, что какая-то математика является правильной, какая-то неправильной. От набора аксиом зависит ли что, какие теоремы мы можем вывести. Ну, я сказал, что теорема — это какое-то утверждение, осмысленное на русском языке, но обязательно на русском, которое мы можем вывести из набора аксиома. Ну, примеры могут служить, как известно нам, в школе теорема Пифагора. Ну, чтобы лучше в этом разобраться, я хочу привести такой пример. Существует раздел математики, который называется «Теория множеств». Множество — это, если говорить очень другое, это набор каких-то абстрактных элементов. И вот там есть такая аксиома, которая называется «Аксиома выбора». Она говорит о том, что если у нас есть набор множеств, мы можем взять и из каждого множества выбрать какой-то элемент, то есть поставить каждого множества соответствующее элемент, который принадлежит ему. Ну, это кажется достаточно очевидным утверждением, однако, принимая такую аксиому, мы можем доказать теорему, которая называется «Парадокс Плана Хатарского». Если у нас есть в трехмерном пространстве шар, мы можем его разрезать определенным образом и составить из-за этих пусков два шара такого же радиуса. Ну, очевидно, что в реальном мире мы не можем проделать эту труп, но это строгий математический результат, который в своем доказательстве использует аксиому выбора. И он служил такого рода провержениям, это аксиому, мы долгое время ее не хотели принимать, однако сейчас многие математики с этим согласились. Этим примером я хотел показать то, что вообще говоря, та математика, которую мы изучаем, она зависит просто от какого-то исходного набора положений, которые мы называем аксиомами. Кстати, «Парадокс Плана Хатарского» напоминался одной из серии «Кузурама». Соответственно, посмотрите. Но давайте перейдем к тому, как компьютеры могут помочь нам решать математические задачи. Есть такая теорема, которая относится к названию «Клика Терема Ферма». Это достаточно знаменитая вещь. Она утверждает о том, что уравнение, которое написано на слайде, оно не имеет решения в целых числа. Эту теорему сформулировал Пиер Ферма. Он делал пометки на полях математических трактатов, которые он читал. И вот в арифметике Диафанка он написал, что он придумал такую теорему. У него есть простое доказательство, но он не может того написать там, потому что порядок книги слишком малый. Ну и в силу простой формировки этой теоремы очень много людей пытались найти это доказательство, однако это не удавалось на протяжении более чем 300 лет. И многие люди уже перестали верить в то, что эта теорема является верной. И чтобы ее провернуть, они попробовали привлечь компьютер, они написали программу, которая будет перебирать расследовательные числа. Если она найдет такие числа, которые удовлетворяют этому уравнению, то из этого можно будет сделать, что эта теорема не верна. Однако в 1994 году математик Энгер Вайллс предъявил доказательства этой теоремы. Но он не использовал в своей работе компьютер. Это был сложный математический результат. И таким образом в данном случае компьютеры не смогли помочь решить математическую задачу. Однако, естественно, есть и другой пример, который называется гипотеза Эйгера. Это утверждение, которое очень похоже на теорема Форма. Отличие в том, что теорема Форма у нас не было часть около 20 слагаемов, и вот без Эйгера мы имеем большее количество слагаемов. И Эйгер в 18 веке высказал предположение о том, что Эйгер в 18 веке также не имеет решения целых числ. Однако в 20 веке группой математик, ну, по алгоритму, примерно, как я писал ранее, также они запустили перевод, и он им выдал вот такие вот числа. Сейчас мы можем просто взять на конкурат или перепроверить, или там, ну, перечитать в столбик и убедиться в том, что это уравнение верное, оно опровергает гипотезу Эйгера. Таким образом, компьютеры смогли избавить математикам от попыток доказать теорему, что просто-напросто на нее она была. Ну, это достаточно такие скучные переверы, ни для этого никакого не было секретом, что компьютеры умеют читать первые числа. И сейчас я хочу рассказать о проблеме четырех красок. Такая теорема была сформулирована в где-то в 19 веке, если она началась с любителем математик Прэнсисом Бутри, о чем она утверждает, что если у нас есть какая-то карта на блоск, мы хотим ее раскрасить таким образом, чтобы области, которые имеют границу ненавидной, были раскрашены в разные цвета. Ну, например, каким образом. И предположение состояло в том, что для такой раскраски необходимо всего четыре цвета. Четыре цвета можно покрасить совершенно любую карту. В 1852 году она была сформулирована. Долгое время показательства этой теоремы не было найдено, пока в 1976 году группой американских математиков не было предложено доказательство, которое было выполнено с помощью компьютера. Каким образом они это сделали? Они взяли... Вообще говоря, у нас есть бесконечное количество конфигураций карт, которые мы хотим раскрасить, но они взяли математически, доказали, что это бесконечное количество конфигураций, можно свести к кому-то конечному числу и запустили перебор на компьютере. Но это число было конечным, достаточно большое, это порядка трех тысяч. Компьютер не нашел какой-то примера, они сказали, что эта терма верна, однако большинство, большая часть математического сообщества тогда не согласилась с этим результатом, потому что не было гарантии в том, что программа, которую они написали, она не содержит ошибок. То есть в математике они не хотят верить в те результаты, которые они понимают и они не могли просто взять теперь и проверить эту программу, потому что, ну, возможно, там ошибка произошла, например, где-то в результате вычисления, какие-то фамилики повлияли на компьютер и верить в то, что терма верна просто основная сна ввода для того, что он открыл компьютер, это... Ну, так далее. Не было оснований в это верить. И только в 2004 году опять же с помощью компьютера было предложено новое доказательство. Оно принципиально отличалось от предыдущего тем, что там была использована техника, которая называется формальная верификация программ. Это достаточно сложная техника, в основе которой лежит такая наука, которая называется математическая логика, но вот эта операция рассказать о ней, существует такая вещь в математике, которая называется соответствие краев и холота, она говорит о том, что между математическими доказательствами и компьютерными программами существует соответствие, то есть между математическими доказательствами и компьютерными программами существует взаимосвязь. Таким образом, мы можем доказать теорему, написав программу на каком-то языке программирования. Но это кажется парадоксальным, однако это объясняется тем, что в основе теории языков программирования и той математики, которая изучает сами доказательства, там лежит такая и та же наука, которая носит название математическая логика. И программы, которые позволяют на солнечной технике доказывать диаграмму, называется программа Глубера, потому что они могут быть автоматические, которые сами пытаются подобрать решения арбитеративные. Но важным является то, что, как правило, доказательства, которые мы получаем с помощью этих программ, они настолько большие, что человек не может их проверить. И многие не хотели соглашаться с этими результатами, потому что математикам очень важно само понимание того, почему эта теория наверна, не просто верна она или нет. Ну, допустим, нам компьютер выдал какой-то ответ. Мы хотим проверить, так ли это. Прочитав код, набор символов, которые нам выдал, как будто мы ничего не можем понять, и многие не соглашаются с этим результатом. Однако, в качестве примера я хочу привести такую вещь, которая называется APC-киподдиза, это тоже теория мастер-иори чисел, но отформулируется чуть более сложно, чем теория мастер-ма. Но я думаю, там все должно быть конкретно кроме значка радикала. Радикал это произведение просто удалителей числа. То есть у нас есть число 504, это 2 в третьей степени, то есть 3 в квадрате, умножить на 3 в квадрате, умножить на 7. Мы возьмем село простые делители, и можем получить 42. 42 называется радикалом числа 504. И надо ожидать потом, что вот это уравнение, оно верно. Эта теорема не доказана была достаточно долгое время, пока в 2012 году рапонский математик не положил доказательства, он не использовал компьютер в своем доказательстве, однако проблема в том, что оно занимает более 500 страниц текста, и до настоящего момента этот результат не считается как же Джоном, потому что ни кто из математиков не может его перепроверить. Поэтому говорить, что компьютерные доказательства плохи тем, что их нельзя понять, мы решаем, что это неправильно, и мы решаем и доказательства, которые сделаны с помощью людей. Давайте рассмотрим еще один пример диалемы, которая была доказана с помощью компьютера. В 16 веке в Англии жил предворный деятель Волтер Дейли, и однажды он увидел на испанском корабле кучу ядер, которые были сложены в форме пирамиды. Он задался вопросом, как быстро оценить количество ядер в этой пирамиде и задал этот вопрос своему подложку Томасу Хариоту. Он был серьезным математиком, быстро решил эту задачу, однако он задался другим вопросом, является ли такое расположение ядер наиболее плотным. Что значит наиболее плотным? Это наиболее плотным упаковкой шаров, называется такая, которая умещает наибольшее количество шаров в наименьшем объеме в определенном пространстве. Он не смог дать этот вопрос, задал его Эггану Теклиру, он также не ответил сразу определенно, но он запомнил эту задачу и в 1619 году он опубликовал брошюру, в которой он рассуждал на тему, почему соты имеют шестиугольную форму и почему зерна граната имеют форму додекаэдра. И вот этот вопрос, он вызывает этот вопрос, он предположил, что нехсаганальная упаковка, которая изображена на слайде шаров, является наиболее оптимальной в трехмерном пространстве. Она была известна всем продавцам апельсинам задолго до этого, однако математики не могут верить в то, что если им кажется это наиболее плотным, то она является наиболее глубомножим, строго, магическое доказательство, которое не могло быть найдено достаточно длительный период времени, пока Томас Хейлз с помощью компьютера в 1998 году не нашел решение этой проблемы. Там история очень похожа с теоремой трехкрасков, он также свел бесконечное количество конфигураций распространения шаров в трехмерном пространстве в таком соколичном и запустил перевор на компьютере и также это доказательство сначала отказывались верить, пока он с помощью описанной ранней техники формальной верификации программы в 2014 году не передоказал эту теорему и вот в это доказательство с этим доказательством уже согласилось математическое сообщество поэтому сейчас этот результат считается как теорема. ну и вот если компьютеры так хорошо справляются с математическими задачами можем ли мы просто взять и все задачи математические поручить решать компьютеру этот вопрос задался Дайвер Гильберг это один из величайших математиков 20 века в 1900 году на международном математическом конгрессе он спормилировал 20 математических проблем 23 которые задали объект развития математики на весь 20 век и вот одной из этих задач было построение формальной аксоматической системы которая падает всю математику я говорил что аксиона задает нам тот отдел математики которым мы занимаемся он мечтал построить такую систему которая содержала всю истину которая только существует и только ее кроме того он мечтал создать такой алгоритм который по набору аксиом определял и в теореме определял вернале какая-то теорема или нет только компьютеров не было он назвал это механическая процедура но по сути это алгоритм то есть мы могли всякие аксиомы загрузить от компьютера и спросить вот эта теорема верна или нет поработать какое-то время нам компьютер давал ответ ну учитывая что компьютер достаточно много сейчас мы могли рассчитывать на такую программу однако в 20-м веке во-первых Курт Годель договорил то что невозможно в принципе построить полную опсиматизацию всей математики то есть если у нас есть какая-то более-менее сложная система аксиомы она либо неполна либо противоречима что это значит либо из нее можно вывести противоречие ну грубо говоря 5 равно 4 такие системы аксиомы не нужны совершенно либо она неполна то есть в ней можно сформулировать какое-то утверждение которое мы не сможем не доказать не опроверить более того независимы друг друга Аванда Чорча Аван Тюри публиковали результаты в которых они доказали результат который опровергает возможность существования разрешающей процедуры то есть в принципе не может быть создан такой алкогизм который по набору в общем случае определит верна ли диарема или нет таким образом математики никогда не останутся без работы но как мы видели компьютеры могут помочь решить какие-то задачи снять часть работы но основным инструментом математики всегда останется человеческий разум здесь я привел на вот ссылок я не знаю презентация где-то будет вы должны посмотреть на различные программы статьи на гену которая задракала спасибо за внимание готов прийти на вопрос